Всем привет! Я нахожусь в Варадере. Это туристический центр Кубы. Вот, именно сюда прилетает большинство рейсов из Москвы, ну и, наверное, со всего мира, кто желает оказаться на Кубе. Вот, и в этом видео я вам расскажу по поводу плюсов именно Варадере. Почему вам стоит сюда приехать, а не сидеть в Москве, не тухнуть от зимы или еще чего-нибудь, смотря, когда вы смотрите это видео. Значит так, по плюсам. Первый плюс, первый плюс это океан. Здесь, здесь есть океан, представляете? Сюда стоит поехать, потому что он практически круглый год, теплый, он приятный, мягкий. Даже если штормит, его волны, они не как на Бали, это не для серфинга. Туризм не для серфинга, здесь можно покупаться, понежиться в воде, все, кто приятный, мягкий. Береговая линия здесь очень длинная, как-то глубина не очень большая, здесь нет акул, никто не сожрет. Это прям райский такой уголочек, назовем это так. Про песочек еще стоит сказать. Песочек здесь белый и какой-то особенный. У него нет такого эффекта нагрева, назовем это так. Вы можете просто идти по нему в полдень и вы не ошпарите себе ноги, допустим, как в той же Анапе или в Крыму, ну, в общем, на Черноморском побережье. Вот, такой вот океан. Второй плюс, почему стоит поехать в Вородеро на отдых. Здесь довольно-таки интересно и красиво. Например, здесь люди передвигаются на автомобилях, которым уже, наверное, по 60 лет. Ну, их сделали там в 50-х, 60-х годах 20-го века. Они до сих пор ездят. Не просто потому, что им нравятся ретро-кары, а потому, что других автомобилей нет. Что осталось, на том и ездят после революции. Вот, ездят в автомобиле даже 20-х годов, 20-го века. Но в основном это уже такие туристические такси. Туристические такси, которые возят такси за деньги, туристов за деньги. Вот, но если вы хотите окунуться, не знаю, в мир простого кубинца, то для вас есть еще куча экскурсий. Например, в Тринидад или в Гавану. Ну, вот Гавану, например, стоит экскурсия 120 евро за машину. Чтобы удешевить себе тур, вы объединяетесь вчетвером. Или даже вчетвером. Не знаю, как получится. Вот. И у вас получается уже сумма не 120, а 30 евро с человеком. Вот. А в Гуву и в Гавану стоит съездить обязательно, потому что Вородера вы не увидите, ну, именно жизни кубинской. Вородера считается довольно-таки дорогим курортом. Ну, не дорогим, а богатым, богатым курортом, где живут в основном богатые люди. Вот. А в Гаване живут простые люди. Ну, там тоже относительно богатые люди. Там куча всяких районов, где живут бедные, а есть богатые. В общем, в любом случае, езжайте в Гавану, там очень интересно, красиво. Вот. С экскурсиями имели или без, все равно. Как раз-таки по поводу экскурсии, да. Вы можете взять экскурсию, а можете поехать... Ну, не автостопом, автостопом я не ездил, не знаю. Но, скорее всего, там будет сложно с этим. Вот. Вы можете взять билет на автобус туристический. Биазул называется. 9 евро стоит в один конец. Вот. А можете, если не хотите в Гавану, тут есть рядом два замечательных города, Матанзас и Карденас. Собственно говоря, из Карденас все валят в Орадеро работать. Вот. И проезд стоит 8 песо, 8 рублей. Ехать до Матанзаса один час, до Карденас где-то полчаса. Вот. Езжать в Карденас, там очень интересно. Такой город довольно-таки прикольный. Там время остановилось где-то в 19 веке. Там люди на лошадях ездят. Повозка. Ну, то есть у нас такси, типа, не знаю, там Hyundai Solaris, а там такси, типа, ослика, заправленного морковкой. Вот. Это довольно-таки забавно. Так. Очередной плюс. Еда. Еда здесь очень дешевая. Здесь можно поесть за сколько? Самый низкий прайс это 100 рублей за блюдо и за риса, курицы или там рыбы, все равно на самом деле, или свинины. Вот. Плюс 50 рублей добавить и будет вообще и пиво. Вот. Но это единственное место, где я видел, это при отеле Sand Beach. Sand Beach отель. А так в среднем цены на еду, ну, 300 рублей обед, да. И будет довольно-таки вкусно, будут всякие там либо рыба, либо комароны, ну, это эти, креветки. Вот. Тоже с каким-нибудь напитком все довольно-таки дешево и вкусно. Единственное, приедается этот рис, потому что кроме риса тут ничего нет. Нет, тут есть ресторан, называется Большевик или как-то так. Вот. Там можно бочку купить. Вот. Но я не пробовал. Дальше. Что еще? По поводу жилья. Здесь довольно-таки много жилья. Вы можете остановиться в отеле, 5 звездочном, где все включено. Или если у вас, ну, другие цели, планы или просто нет денег, вы можете снять жилье на месте. Тут самый дешевый прайс, самый низкий прайс, это 20 долларов за ночь. И это будет домик... Это будет домик, где 5 минут входа до пляжа. Ну, это самый дешевый вариант. Ну, там будет все нормально. Там будет и душ, и туалет, и горячая вода, и телефон. Ну, в смысле, телефон. Цвет там будет. Вот. Ну, можете взять подороже вариант, там, 50-100 баксов. Где у вас будет уже вид на океан. Вот. Можно даже снять целиком весь дом. Ну, уже подороже, там, где-то, наверное, 100 баксов будет. Вот. Толпой туда въехать и влюбоваться вместе на тот же самый океан. Так. Еще один интересный плюс – это красивые люди. Когда я был на Бали, мне говорили, что здесь красивые люди. Ну, да, там красивые люди со всего света. Здесь же, в основном, красивые люди – это местные кубинцы и кубинки. Вот. Если вы хотите, не знаю, познакомиться с местными людьми в противоположном поле, то куба для вас. Здесь люди открытые, улыбчивые. Если, ну, возникла какая-то симпатия, то они не проходят просто мимо. Как у нас, допустим, метро. Посмотрели друг на друга и забыли. Здесь так не принято. Если понравился человек, иди познакомься. Да, поэтому что для девушек, что для парней, здесь прям рай для знакомств. Единственное минус – это они в основном знают только испанский. Мало людей знают английский. Поэтому будет некий такой языковой барьер. Поэтому учите испанский, будет вам счастье. Дальше. По поводу развлечений варадер. Варадера. Ну, тут особо развлечений нет. Вы можете взять, допустим, тоже кайт-серфинг. Вот. Но я не знаю. Честно, я не брал. Не знаю. Не скажу, какие цены. Вот. А если вы любитель ночной жизни, то велкам. Да, здесь как минимум есть два ночных клуба и один бар, который на высоте 12 этажей. Откуда интересные виды. Вот. Клубы – это Casa de la Música и Gavana Club. Цены там очень демократичные. Вход – 250 рублей. Напитки от 50 до, там, по-моему, 200 рублей. Можно бутылку взять за 650, по-моему, или 550. Короче, какие-то очень маленькие цены. Лизкие цены. Вот. И там прикольно, да. Именно в плане погулять, потусить, потанцевать, познакомиться с местными. Танцы у них довольно-таки интересные. Очень интересные танцы. Не такие, как в Москве. Не такие, как в российских клубах. Здесь есть некий свой шарм. Так, дальше. Здесь мало туристов. Ну, относительно мало туристов, относительно какой-нибудь Анапы или Крыма. Вот сейчас, правда, не сезон, не знаю. Возможно, летом будет гораздо больше людей. Но то, что я вижу сейчас, или если сравнивать с каким-нибудь Бали и Анапой, то это вообще просто пропасть абсолютно два разных мира. Ну, вот сейчас люди начинают выходить, а я утром. Сейчас утро где-то в 8-9 часов утра. Вот. Люди начинают выползать из своих норок, купаться. Но даже, даже вот сейчас, если будет полдень, ну, не полдень, а, скажем так, горячий сезон для купания, то, ну, не будет такого, как в Анапе. Тут не надо перешагивать через людей, чтобы найти место. Вот. Здесь такого нет. Так, по поводу горячих путевок еще хочу сказать. Здесь есть варианты очень дешево слетать сюда. Нужно просто мониторить горячие туры, горячие путевки. В принципе, я познакомился с людьми, которые брали туры и за 50 тысяч на 11 ночей, и с перелетом, и с жильем, и со всем. Вот. Они рассказывали, что были варианты и за 30, там 35 взять. Вот. И это очень дешево. Потому что я, допустим, потратил только на билеты 50 где-то косарей. Вот. И когда мне рассказывали, что можно было так, я такой... Че? Поэтому мониторьте. Мониторьте эти все сайты, где горячие путевки, туры. Вот. Наверняка что-нибудь найдете интересное. Так. Про жилье сказал. А, ну еще один такой. Плюс. Плюс не плюс, минус не минус, не знаю. Здесь много русских. Ну, кто любит русских, кто любит общаться на своем родном языке, то, да, здесь будет разнообразие прям... Прям хорошие. Прям хорошие. Как будто не выезжали из России. Да, их реально много. И, наверное, одна из причин это то, что дешево. И то, что сейчас Куба принимает вакцинированных спутникам нашим. Поэтому все ломанулись сюда. Типа не надо ни ПЦРы сдавать, ни... Ни какие-то там... Какие там... Ну, в основном ПЦРы. Не надо сидеть... Как это называется? Короче, не надо сидеть в отеле и ждать 14 дней или сколько-то, 7 дней, как в Таиланде. Но эта информация больше актуальна для 2022 года. Пандемия, надеюсь, скоро закончится. Пишите в комментариях, когда она закончится. Будем угадывать. Вот. Ну и все, собственно говоря. Вот все эти плюсы. Их довольно-таки много. И довольно-таки классное место. Чтобы приехать отдохнуть, я прям рекомендую. Тут очень красивое море. Океан. Очень теплый. Здесь вообще классно. Поэтому приезжайте. Вот. У кого есть деньги. Ну и даже если у вас нет денег, то же приезжайте. Так. И бонусом добавлю немного этого. Ложку дегтя. Ложка дегтя. Если вы едете зимой, то здесь довольно-таки холодно. Ну, опять же, это временами. Допустим, можно попасть на какие-нибудь пару дней, где будет штормить, ураганить. Будет холодно, типа 15 градусов. Приходит, придется сидеть в куртке. Вот. А в другие дни все это распогаживается. И уже все хорошо, прекрасно и тепло. Поэтому, даже если вы едете зимой, ничего страшного. Просто возьмите с собой куртку. А, ну вы в любом случае будете брать куртку, потому что в России зима. В общем, приезжайте даже зимой, здесь хорошо. Второй минус. Здесь нет ни хрена инфраструктуры. Если при отелях, где все включено, да и не только все включено, еще более-менее, то, если вы же живете на съемной хате, то самый максимум это, не знаю, пинаколада за 300 или 400 рублей, которую вы можете взять, ну, как ананас такой здоровый, с трубочкой, с кокосовой водой. Вот. И вы его можете взять на пляж, и это максимум. Здесь очень мало лежаков, здесь очень мало зонтиков. Зонтиков тут вообще, в принципе, нет. Тут есть какие-то пальмы с листьями. Ну, типа зонтики, но они непереносные. Вот. Если вы были на Бали, вы, ну, немного разочаруетесь, наверное. Но, правда, Куба это не то место, где прям, ну, не то место, куда едут за каким-то лакшери, даже не лакшери, не то место, куда едут за организованным отдыхом, нет, будет вот так. Ну, в общем, если сравнивать с Бали, то на Бали у вас на каждом углу будут ресторанчики, всякие коктейльчики, прямо на берегу. То здесь, ну, в общем, с этим сложно здесь, да. Ну, и третий минус, здесь много русских. Опять же, это плюс, ну, или минус, или плюс для кого-ка. Вот. Будет с кем пообщаться. Ладно, в общем, все. Наверное, больше информации никакой нет. Если у вас есть что добавить, пишите, как говорится, в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вот. Будет интересно почитать, что вы там напишите, потому что мой опыт, он такой. Ваш опыт может быть совсем другим. В общем, давайте, приезжайте.